Прекратить надо боевые действия. Белорусский диктатор Александр Лукашенко выступил с посланием к народу и парламенту, в котором назвал готовящиеся контрнаступления Украины очень опасным и призвал к срочному перемирию и полному прекращению боевых действий в Украине. Просто удивительно. В феврале 2022 года, накануне вторжения России в Украину, вот буквально перед самой войной, Лукашенко давал интервью, в котором откровенно насмехался над украинской армией и прогнозировал, что она способна продержаться против России максимум 3-4 дня. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которые показывают, автоматами их показывают, деревянными. Но вот прошел год, и теперь Лукашенко уже почему-то не смеется над деревянными автоматами. Теперь он говорит, что контрнаступление вооруженных сил Украины – это очень опасно. И призывает срочно остановить боевые действия и прекратить поставки западного оружия в Украину. Видимо, пока российская армия окончательно не посыпалась. Прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон. Без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли. Ой, а что такое? Где ж про демилитаризацию, деноцификацию? Уже не очень-то и хочется. Все так плохо, да? А что ж ты не призывал тогда замереть в марте 2022 года, когда российская армия там пыталась на Киев и Чернигов наступать? А что ж ты не призывал замереть в мае 2022 года, когда российская армия наступала на Северодонецк и Лисичанск? Потому что тогда рассчитывали захапать кусок побольше, еще верили, что что-то получится, получится захватить какую-то серьезную часть территории, а теперь селенки кончились, да? Страшно стало? Испугались деревянных автоматиков? Теперь Лукашенко стал вдруг резко строить из себя миротворцев. Говорит, солдаты с обеих сторон в Украине не знают, за что они воюют, поэтому надо срочно останавливаться. С одной и с другой стороны военные, и люди не понимают, за что они воюют. На фронте люди не понимают, за что они воюют, за что они завтра должны идти погибать. Это, конечно, очередная ложь, потому что украинцы-то как раз прекрасно знают, за что они воюют. Украинцы мотивированы гораздо лучше россиян. Это, собственно, признают сами россияне. Потому что украинцы воюют за свои дома, за свою страну, воюют против захватчиков, которые вторглись из другого государства и пришли нас в нашу страну здесь убивать, разрушать наши города, обстреливать наших мирных жителей. Поэтому у украинцев с пониманием, ради чего и за что они стоят и держат фронт, все в порядке. А вот российские военные действительно не понимают, ради чего они едут за тысячи километров в другое государство погибать. Здесь Лукашенко прав на 100%. Российские военные не понимают, ради чего все это. И чем дольше длится, тем меньше понимания у них есть. Отсюда и вот этот вал видеообращений от российских мобилизованных, которые жалуются, что их отправляют на убой, которые постоянно требуют, чтобы их забрали с фронта. Это как раз происходит от того, что они не понимают, ради чего они здесь и для чего им приходится участвовать в этой бойне. Причем, что характерно, обратите внимание, Лукашенко ничего не говорит из того, что обычно Кремль говорит в свое оправдание. Вот якобы идет священная война с НАТО. Или там Россию вынудили, не оставили выбора. Нет, Лукашенко не говорит так. Он не оправдывает российских военных. Он говорит, что смысла нет. Это все никто не понимает, за что воюет. То есть российские солдаты не верят в эту чушь, которую говорит Путин, и они не понимают, за что воюют. И Лукашенко это четко говорит. И смотрите же, как все поменялось. В первые месяцы войны, год назад, ничего подобного Лукашенко не говорил. Нам непонятно, за что воюют, почему. Давайте остановимся. А сейчас, посмотрите, паника, истерика. Он мечется, уже требует, чуть ли не просит. Давайте срочно прекратим огонь. Давайте остановимся. Так давайте. Это же очень просто сделать. Вы можете прекратить кровопролитие в любой момент. Для этого просто уйдите из нашей страны. Это очень просто. Выводите свои войска. Украинских войск в России, в Беларуси, еще где-то нет. Мы не претендуем на чужие государства. Мы ни на кого не нападали. Мы никуда не наступали. Уйдите вы с нашей территории, и все закончится. Не догнаться, как он просит. Давайте остановимся, давайте остановимся. Прекратим огонь, но только типа на территории Украины мы никуда уходить не будем. Нет, так это не работает. Хотите, чтобы действительно наступило полное прекращение огня, полное перемирие? Просто уйдите из нашей страны. Все, к себе домой. Это же все очень просто. Чужого нам не надо. Вы просто оставьте нас в покое. Дайте нам жить и живите сами. И тогда все закончится, как и предлагает Лукашенко. Подписывайтесь на канал, друзья. Это важно, если вы еще не подписаны. Оставляйте лайки, комментарии к видео. Так они получают больше охват. И соответственно, больше людей узнают правду о том, что на самом деле происходит. А правда, как видите, за Украиной. Это начинают признавать уже даже наши враги.